Музыка Музыка Ну что, нахуй, что ли, замерзли? Нет? Хороший, но бодрец Хорошо, это хорошо Монастырь посещает Мы взяли много таких подопектов, учреждили на столе. Добрый день! С праздником вас! С праздником вас! Крылатая надежда ручной птицей сядет на плечо. Пусть будет год счастливее, чем прежний, и вера греет душу горячо. С Рождеством Христовым! Спасибо! Ну и традиционные рождественские сладости. Вы же любите сладости? Спасибо! Сегодня можно есть все, да? Да! И даже владыка ругаться не будет. Спасибо вам! Спасибо! Пусть я не ровеслет разума, в небо светом служащий, звездою уча-куся, Тебе планируется солнцу правды. И во время пандемии здесь очень много людей умолилось, понимаете? Мы все заслужащие, звездою уча-куся, Тебе планируется солнцем правды. Может быть, вы и подставите за нас, народ, за счет, чтобы все... Господи, слава Тебе! Господи, слава Тебе! Рождество Твое, Христе Боже наш, Вас сияет и ровеслет разума, В небо светом служащий... Дорогие друзья! Ну, я не буду, как раньше говорили, молвить длинно слово свое, скажу несколько вещей. Но первое, я от всей души хочу всех вас поздравить с этим добрым и светлым праздником в жизни каждого человека. Не только православного человека. Это действительно светлый праздник. И православие – только повод для всех мирян, для всех граждан Беларуси, православного, католического, мусульман, всего мира – повод для того, чтобы отметить этот светлый праздник. Но для нас, православных людей, это день особый и праздник особый. Поэтому от всего сердца хочу поздравить вас с этим праздником и пожелать главного – банально – здоровья. Как я в шутку говорю, все остальное мы купим. Здоровья не купишь. Поэтому я желаю вам божеского благословения и крепкого-крепкого здоровья. Я хочу, чтобы ваши детки совсем маленечки и уже повзрослее не приносили вам проблем, чтобы они были у вас в радость. Как я уже говорил, если ребенок улыбается, значит, наше общество здорово. Второе. Я хочу традиционно поблагодарить наших священнослужителей. Их больше трех тысяч всех, которые служат белорусскому народу, которые чтят эти светлые праздники, словом, делают большую работу. Особенно в нынешнее время, после знаменитого 2020 года, когда люди многое осознали. В это непростое время, когда по периметру нашей Беларуси мирный, спокойный, так неспокойно. И наши священнослужители, делая большую работу, воспитывают истинных патриотов своего Отечества. Наконец-то многие-многие люди начали понимать, наши люди, что они нигде не нужны, кроме своей земли. Даже и те, сбежавшие из Беларуси, сегодня тысячами обращаются к нам, чтобы их вернули обратно на родину. Это третье, что я сегодня хочу сказать, что мы никого не выгоняли из Беларуси. Это такая же их земля, как и наша. Но они искали лучшей жизни. По разным причинам бежали отсюда. Настало время, когда мы, представители власти, я, как глава государства, и вы, священнослужители, наши люди, должны сделать шаг навстречу этим людям, которые в свое время, не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись. И будет, наверное, по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу им сделаем. Я не хочу сказать, что мы сейчас, как требует от нас Запад, я меньше об этом говорю, но это каждый день требования вернуть и прочее, прочее, даже нарушителей закона. Нет, каждый должен ответить за свое. Но я уверен, что среди и тех сбежавших, и те, которые живут сегодня у нас, глубоко раскаившиеся люди, люди, которые поняли, что ошиблись, они не должны быть выброшены на обочину. Мы не должны создавать точки напряжения в нашем обществе. Дай Бог нам выдержать вот этот мирный, спокойный лад, который был, ну, хотя бы в прошлом году. Говорят, 23-й год должен быть обязательно лучше. Честно, если я уже думаю о том, хотя бы он был таким, какой был 22-й год. Мы его прожили в мире, согласии, в тепле. Это очень важно сейчас, нас глядя вокруг. В этом плане этот год должен быть не хуже. Мы иметь будем условия для того, чтобы жить нормально, работать нормально, кто хочет, и жить в тепле и в мире. Вот для этого мы будем иметь все. Я не хочу конкретизировать здесь ничего, но сделано все для того, чтобы было лучше. Но если он будет такой, как прошлый год, и Господь с ним, мы и с этим согласимся. Но он будет лучше. Я в этом уверен. Чуть-чуть лучше. А еще будет спокойнее нам, если мы не будем создавать сами напряжение в нашем обществе. Не дай Бог это случится, как в нашей братской Украине и других государствах. Сначала создавались напряжения Майданами и прочее, а потом гражданская война, а потом самая настоящая горячая бойня. Кто бы мог подумать, что мы, славяне, когда-то будем воевать друг против друга. Это страшное явление, и все оно начинается с малого. Поэтому надо делать шаги для того, чтобы разрушать точки противостояния в нашем обществе. Еще раз подчеркиваю, чтобы вы поняли, и власть, мы к этому готовы, и наше духовенство, и все вы должны просто спокойно в этот светлый день, да и в другие дни, впереди еще у нас Пасха, самый светлый вообще радостный день, чтобы мы подумали и пришли к правильному решению тех вопросов, которые мы должны решить, как я часто говорю, не оставляя эти вопросы нашим детям. Поэтому мы сделаем соответствующие шаги в том направлении, чтобы Беларусь была мирной, спокойной, чтобы мы не смотрели косо друг на друга. Ну, а тот, кто нарушает закон, тот будет отвечать и по закону. Увы, такова жизнь. Вот три вещи главные, которые я хотел бы сказать вам сегодня. А в заключении хочу поблагодарить и насельниц, как вы их называете, здесь люди, которые живут, их больше ста человек, и матушку нашу, и всех, кто здесь живет и делает доброе дело. Огромное вам за это спасибо. Вы взялись масштабно, очень масштабно, как никакая другая обитель, чтобы вложить свой вклад в процветание нашего общества. Вы и маленьких детишек, вы и повзрослее начинаете продвигать образование духовно-нравственное. Вы делаете и большие благотворительные акции. Спасибо вам огромное. Он это видит. Это добром вернется. Недавно вас так сильно покритиковали, наши беглые, даже не беглые, а те, которым там деньги проплачивают за это на Западе, что вы совершили какую-то акцию и помогли людям, которые в этом нуждаются на фронте. Вы делаете правильно. Не обращайте внимания на десяток, другой десяток проплаченных людей. И мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал, и вчерашний мой визит к военным, российским военным, не скрывая, он говорит о том, что мы поддерживали, поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Около десяти тысяч, сбежавших от войны в прошлом только году, нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране. Мы должны протягивать руку помощи, если мы на это способны, каждому, кто в ней, в этой помощи нуждается. Вот те благородные дела, которые вы делаете, сегодня главные в этот светлый праздник. Еще раз, уважаемые мои дорогие, присутствующие здесь представители нашего общества и те, кто нас услышит, поздравляю вас с этим светлым праздником Рождества Христова. Год начинается всегда с этого светлого праздника. Желаю добра, мира. Хочу вас заверить, что я лично, как главнокомандующий, как глава государства, буду делать все для того, чтобы наша Беларусь жила в мире и согласии. Все буду делать для того, чтобы вы спокойно, в теплоте и спокойствии проводили свои дни в семье и помнили о том великом и ценном имя которому мир. Ну и традиционно в эти дни хочу вам подарить вот эту икону. И, начиная с нашего дорогого митрополита Филарета традиции, вам белые цветы в этот светлый праздник для всех наших священнослужителей. Благодарю вас, счастья и успехов вам. Благодарим вас, многоважаемый Александр Григорьевич, за теплые слова поздравления, за то, что вы делитесь своими переживаниями, мыслями и вместе с тем планами и пожеланиями на наступивший Новый год. И действительно, эти святые дни призывают нас к тому, чтобы мы постарались, следуя примеру Спасителя, который возлег в яслях в вертепе, проявлять любовь, сострадание, желание всех принять, объединить в любви. И, конечно, в этом направлении со стороны Церкви мы постараемся сделать все возможное, само наше служение к этому обязывает. И будем стараться следовать Божьему благословению, примеру Спасителя мира, прикладывать свои усилия, поддерживать друг друга и приносить добрые плоды во благо нашего дорогого Отечества. И пусть другие страны и народы также присоединяются, объединяются вот в этом служении Богу, людям и своим народам. Уважаемый Александр Григорьевич, позвольте также передать в дар кикскую икону Божьей Матери. Завтра ее праздник. Икона выполнена с сестрами обители. Вот такое прекрасное изображение. Завтра праздник как раз этой иконы. И вот эта прекрасная картина, которая была написана на восьмом пленэре, посвященном святости земли белорусской. В скорости после того, как почил преснопамятный митрополит Филарет и готовились к его погребению над храмом, там, где совершалась молитва, о нем собрались во множестве птицы и как бы прощались с ним. Потом эта выставка картин путешествовала по всей Белоруссии и городе Шклове. На этой картине стали появляться такие вот потеки маслянистой жидкости. Думаем, что с учетом вашего такого доброго, душевного отношения к владыке митрополиту Филарету эта картина должна быть у вас. Спасибо. Во Дворце Независимости что все люди приходили и смотрели. Мы очень вам благодарны. Когда вы были у нас в 2020 году, вы сказали, нам бы до Пасхи дожить. Мы дожили до Пасхи. И благодаря ну тут личность тоже очень большое значение играет. Вы не закрыли храмы. Вы не закрыли производство. Мы продолжали полноценно жить. Следующий год. Смута. Люди не понимали, что они делают. Вы с народом и наша страна осталась независимой и целостной. И сегодня надо быть дерзновенным, чтобы сказать мы с Россией. Это действительно по-православному и за эту правду, за то, что вы не ищете каких-то непонятных в политике этого много ходов, а все говорите то, что у вас на сердце. И Бог слышит вас, и Бог помогает вам, и будет помогать, и мы всегда будем с вами. Здорово, молодцы! Здорово, молодцы! Спасибо! Успехов вам! ну, оденялась, надо почувствовать что-то молодцы! Спасибо! Успехов вам! Успехов! Спасибо! С праздником! С праздником вас! С праздником вас! С праздником! Настроения вам хорошего, добра, мира и, главное, здоровья. Держитесь, успехов вам. А вам с Богом. Руку, большие пальцы. Спасибо. 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 Благодаря вам. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Успехов. Спасибо. Держитесь. Спасибо. Спасибо вам. С Рождеством, Рождеством.